Историки спорят о том, сколько же лет Сарова на самом деле. Статус города ему был присвоен в 1954 году. А вот поселение на этом месте возникло гораздо раньше. Историки говорят, что здесь стоял город татарский Сараклыч. Затем этот город был уничтожен. И очень долгое время здесь место было пустым, был только лес. Затем пришли сюда монахи. Первый монах поселился в 1706 году. Ну и с этого дня мы уже считаем основание Саровской пустыни. Монастырь знаменит на весь мир прежде всего тем, что в нем служил Серафим Саровский. Помимо известных фактов о жизни святого, есть много легенд с ним связанных. Например, говорят, что к Серафиму приезжал Александр Сергеевич Пушкин и даже император Александр I. Он тяготился тем, что он якобы был убийцем своего отца. И, как тогда говорили, что он не умер, а он как бы ушел в монахи. И очень тайно приезжал сюда к батюшке Серафиму. В 1927 году монастырь был закрыт, а на его месте основали детскую колонию. В годы войны на территории нашего города работал завод номер 550, где изготавливали оружейные снаряды. В 1946 году сюда прибыли ученые со всей страны, чтобы создать отечественную атомную бомбу. Тогда это место называлось просто – Конструкторское бюро «11». До 1954 года это место было очень засекречено, и впоследствии, конечно, но оно называлось по-разному. КБ-11, Объект и так далее. Москва-центр 300 – это уже позже. Первое номинование нашего города – это было название Кремлев. Прежнее название «Саров» нашему городу вернули уже в 90-х годах прошлого века. Сегодня это современный город с развитой инфраструктурой, один из ведущих научных и оборонных центров России. И в этом заслуга его жителей, и ветеранов, которые стояли у истоков атомного проекта, и у тех, кто живет здесь сегодня и своим трудом вносит вклад в его развитие и созидание. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24».